всем привет youtube привет вот дошел ход до вот такого вот капотика это капот из товара чуть он тут под залез это будет учебно-тренировочный капот у нас почему потому что по металлу мы уже работали ни раз ни два приезжают обращаются люди с алюминиевыми деталями вот данном случае как бы попался вот такой вариант алюминиевый капот попробуем как же получается делать или не получается делать вмятины на алюминии дело в том что многие мастера говорят о том что делать алюминий но гораздо сложнее он ведет себя по-другому вот данном случае у нас будет такой опытный образец алюминиевой детали кузовной на которой можно будет потренироваться и как говорится если накосячим то ничего страшного то есть вот такой вот новый проектик будет у нас ремонт алюминиевых деталюшек как они ремонтируются и что говорится какие нюансы какие моменты при этом могут вылезти в общем то он более менее ровно есть конечно вот где-то играется залом но дело не в этом мы будем делать тестовые вмятинки и пробовать их выправлять и смотреть как это все получается подготовленный капот вымыл его слегка полирнул чтоб он чистенький был вот обезжил если заниматься там клеем клеить или что-то и будем работать через вот такие вот отверстия чтобы не заморачиваться ни с подвесами ни с чем вот их видно много отверстий вот таких через них будет удобно работать опора будет хорошая вот начинаем работу поставим для начала несколько типа градовых вмятинок и попытаемся их выровнять вот чем мы будем работать фен для прогрева металла крючочек остренький крючочек более менее тупой скажем так пробойничек и и и по молоточкам ну и вот это вот приспособа мы нанесем более острую вмятину и более тупую две вмятинки возьмем сделаем и попробуем как же это все правится вот этими инструментами будем пользоваться приступаем пару ударов и вот у нас две тестовых вмятины вот это которая слева более пологим это более острым да и видно так они у нас выглядят две этих вмятинки на капоте одна более обширная которая вот слева и вот она вторая более остренькая так они смотрятся сейчас прогреваем и начинаем править посмотрим что получится прогреваем феном смотрим температуру температура вот у нас была температура у нас было где-то 80 85 начале надо контролировать чтобы не припалить а теперь можно начать но наша вмятинка и снимать и и править у меня такой возможности нет как бы я показываю вот оно окончание инструмента такой затупленный кончик как я еще раз я не могу и снимать и ремонтировать у меня не получается вот потихонечку мы ее даем я через экран смотрю но я плохо вижу удобно не получается у меня и править и снимать для вас видео тут ссоре потихонечку 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 с небольшим нажимчиком вот металл капризный это вам не сталь вот тут надо очень аккуратно дабы не накосячить вот но тем не менее правится металл уже немножко подостыл так потихоньку помаленьку расправляем металл вот сейчас надо еще разочек прогреть потому что уже металл остыл немножечко тут надо вот здесь здесь и под пробить сейчас видно вот здесь бугорки образовались вот на краях их надо под пробить и после прогрева начать опять ямочка уменьшается во время прогрева сейчас покажу когда мы прогреваем тут такая как вороночка вот образовывается на месте этой вмятины то есть металл прогревается его слегка распирает когда остывает она ухода наше вмятинка опять прогрели вот такая а речо плоскость подопустилась продолжаем дальше работать наша вмятинка подальше лампочку убираем еще видно чуть-чуть это место еще видно надо опять осаживать все но по большому счету вот она 2 ряда мятинка вот оно это место пытаясь снять как можно подробнее на насколько получается вот оно место сейчас подождем пока автофокус настроиться вот это место видно еще вмятинка видно следующий заход опять прогрев и опять работа значит острым ключом я не рекомендую работать вот работаю вот этой частью как бы затупленной и вот этой частью как бы донышком вот этой частью или вот этой частью давим вот если перевернуть или вот этим вот местом тоже можно давить она достаточно кругленькая пологая в данном случае крючок неплохо себя зарекомендовал продолжаем править дальше теперь вот когда вмятина выровнялась вот она вот она это место получается что когда прогреваем тут уже не ямка образуется а бугор а вот в этом месте ну тут усилитель рядом приклеенный вот тянет и как бы вмятина образуется вот это место вот это место вот она попытаюсь наверно в холодном что это снять вот это место там уже почти хорошо вот издаля к сожалению не получается снять во всех подробностях видно что вот тут как бы такие пологие как вмятины пока металл горячая на самом деле вот это место вот показывая уже тут почти все ровно почти все хорошо небольшие вот видны такие как бугорочки как такая вот крупная шагрин это как раз те места где я крючочком работал вот их видно сейчас их надо немножко разбить и подровнять подогнать так сказать более лучший под аккуратить вот теперь следующим этапом уже берем более острый крючок и правильно по место вот подправляем вот смотрим теперь в экране видны такие неровности небольшие но это не вот вот вторая вмятина и вот я наложу в центре дефектовочном экранчике это хорошо видно такая поверхность я ничего не шлифовал не полировал вот по-хорошему надо взять острый пробойничек вот и острым пробойничком подправить а потом шлифануть и полярнуть и в принципе будет нормально вот но в общем если взять ну вот конечно чуть видно но в общем все ровно вот тут говорится вот первый опыт такой работы на алюминии не спокойная такая поверхность получилось шишечки натыканы ничего со временем я думаю получаться будет лучше сейчас берем и вот это будем делать продолжаем работу вот наша вмятина она принципе приличных размерчиков я имею ввиду вот это вторая пологая вмятинка потихонечку мы потихоньку потихоньку выпрямляем сейчас вот эти края надо просадить потому что они зажаты и она не хочет выходить пробиваем и поднимаем вмятинку дальше стараюсь поподробнее снимать как просили ребята но не всегда это получается вот она наша вторая вмятина пытаясь ее снять более лучшем фокусе потихоньку она выходит но учитывая ошибки предыдущей правки я вот так обрезал вот такую железку и правлю более мягко вот таким вот окончанием то есть вот этим местом она такая плавненькая чтобы делать наколов вот чтобы более плавно выпрямлять вмятину потому что эти наколы как бы они никому не нужны ничего хорошего не принесут вот продолжаем ремонт вот этой вмятинки вот место первая вмятинка была вот она играется понадавил сильно вот оно место недоделанная вторая ямка как бы тут вопрос не в этом что тут до идеала выделываться сейчас тратить свое время и ваше то есть алюминий все таки можно чинить но аккуратно вот первый раз я снимаю как бы надавил шишечек второй раз уже получилось получше то есть надо тренироваться и все будет получаться вот на этом как бы все дальше будем экспериментировать и смотреть что получается все всем спасибо за внимание пока пока до новых встреч вот здесь были две вмятины вот здесь и здесь вот она как бы ниточка осталось я пальцем пока вот одна вмятинка здесь была одна здесь принципе на первый раз говорится где-то первый блин комом но смятинка на капоте я сразу видно или вот они такие залом чеки их сразу видно здесь у нас все четко